Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель и прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13 и под последним роликом вы настолько много подкинули мне идей для троллинга над жителями, что сегодня я решил ещё раз это сделать. Прежде чем я вам всё расскажу, я, конечно же, зажгу огонёк на ваших экранах. Это, кстати, три комментарии с последнего видео, которые не набрали ни единого лайка. Ну и, конечно же, по традиции напомню, что попасть в завтрашний ролик очень и очень просто. Достаточно прямо сейчас опуститься под ролик и написать любой интересный комментарий. Ну и теперь, ребята, к главному. Чем же я сегодня решил затроллить носатых? Потому что, как мне кажется и, наверное, вам, я сделал уже абсолютно всё, что только возможно в Майнкрафте. Но нет, ребята, это ошибка. Я очень и очень редко использую какие-либо механизмы. И сегодня именно ими я и буду пользоваться. Я думаю, что примерно трёх будет вполне себе достаточно. И, естественно, ребята, само собой, мне понадобится креатив. Поэтому быстренько прописываем команду GameMod1. Отлично, ваш игровой режим измерён на творческий. А это означает, что я теперь могу летать и, конечно же, брать неограниченное количество предметов из инвентаря. И это очень сильно облегчит мне сегодняшнюю задачу. И первый механизм я планирую построить в каком-нибудь домике жителей. Либо же в кузнице. Точно. И они сразу не подумают, что это какой-то там мой троллинг. Потому что сюда редко кто заходит. И место довольно-таки удобный. Механизм можно разместить прямо вот здесь вот. Он будет очень простым, и я уверен, что практически каждый делал это в Майнкрафте. Поэтому мы можем смело начинать. Я думаю, что да, вот эти вот четыре блока подойдут просто идеально. И знаете, чтобы механизм был более беспален, сверху я установлю гост-блоки. А жителям скажу, что здесь какая-то яма образовалась, блоки какие-то забаганные. Нужно просто быть осторожнее. Но естественно, ребята, суть в механической ловушке. Поэтому вот эти четыре блока, которые земляные, будут убираться. И вот это реализовать здесь очень и очень просто. Потому что место здесь, как говорится, просто завались. Я его сейчас еще немножечко расчищу, и вообще будет замечательно. Также с помощью деревянного топорика я вот эту яму немножечко углублю. И таким образом получится куда лучше и куда интереснее. Дальше начинаем всю эту подготовку. Устанавливаем сюда специальные липкие поршни. И самое важное, чтобы они всегда были активированы. Вот, вот это уже другое дело. После чего все банально, нам нужно просто-напросто, ребята, сделать так, чтобы факела выключались. И поршни, соответственно, тоже. Для своего удобства я всегда использую вот такие вот повторители. Ну, чтобы, знаете, я, так скажем, немножечко не путался. И всю эту систему нам необходимо объединить. Только так, чтобы она не соприкасалась с этими самыми красными факелами. Пока, ребята, ничегошеньки сложного. Теперь всю эту систему нужно каким-то образом запитать. И я думаю, что вот сюда установить скрытую нажимную пластину будет просто идеально. И параллельно с этим очень удобно. Вы просто посмотрите на это. Нам достаточно просто, знаете, вот так вот немножечко отвести редстоуна. Можно даже сделать это с помощью земельки. И воспользоваться вертикальным редстоуном. Это же обалдеть как удобно. Вообще ничего сложного. Просто взгляните на это. Меняем этот блок на секретную нажимную пластину. Сюда устанавливаем земельку на свое, так скажем, законное место. И теперь устанавливаем сюда гост-блоки. Хотя для того, чтобы проверить, они нам сейчас не понадобятся. И в итоге получается вот такая вот прекрасная система. Ну это ли не круто, ребята? Вы посмотрите, срабатывает практически молниеносно. И это наоборот плюс. Житель успеет провалиться в эту небольшую гост-ямку. И теперь полностью закрываем все это дело гост-блоками. И я предлагаю теперь это полностью протестировать. Предположим, что я обычный деревенский житель. Я позвал его в кузницу. Он заходит, думает, так, ну, вроде как все нормально. И просто-напросто все проваливается, ребята. Без каких-либо шансов. Естественно, я не собираюсь травмировать носатых. Поэтому я бы сюда добавил немножечко водички, конечно же. Ну, чтобы никто не поранился. И, пожалуй, немного света камня. Чтобы нам потом было все видно. Житель, конечно, просто офигеет. Так, теперь все это дело быстренько разламываем, как бы это странно ни звучало. И обратно застраиваем. Нам же нужно было как-то выбраться. Ну и, в принципе, первая ловушка готова. Пожалуй, она сегодня будет самая муторная. Мы строили ее очень много. Но, ребята, извините, я не какой-то властелин Редстоуна. И для меня это дается всегда очень-очень сложно. Нужно позвать какого-то жителя. И точно-точно маскировка. Маскировка это очень важно. Скажем, что немножечко нужно прибраться в кузнице. Роман Компот скоро приедет, поэтому нужно немножечко навести здесь порядок. И чтобы он точно сразу, ребята, не обратил внимания на нашу яму, поставим сюда кучу паутины. Офигенно. Идея просто супер. Вы посмотрите на это. Супер-супер. Жители точно на это поведутся. Осталось найти какого-нибудь носа-тича. А вот и он. Житель, слушай, а ты сейчас свободен. Я смотрю, грядки ты уже убрал. А в принципе, да, Пиксель, а что случилось-то? Да просто Рома на днях в деревню приезжает. И я вот думаю, а может ты там порядок наведешь? Паутина, лиана и так далее. У меня просто аллергия на пыль. А я тебе пару изумрудов заплачу. Да, в принципе, я не против. Я очень люблю наводить порядок. А мне тогда сейчас приступить? Я думаю, что да. Сейчас будет, так скажем, лучшим вариантом. Окей, Пиксель, я тогда побежал сразу. Три изумруда сможешь заплатить? Да хоть четыре, житель, без проблем. Так, теперь мне нужно быстро ускориться, ребята, и занять выгодную позицию. А также, блин, а он же сейчас побежит сюда 100% зелень невидимости. Срочное зелень невидимости. И мне нужно занять позицию, чтобы записать, как он сюда провалится. Во, в принципе, здесь довольно-таки удобно. Ах, ё-моё, ну и ванише здесь, конечно. Конечно, паутина прямо над головой висит. Так, ладно, это было несложно. Свежая какая-то. Ё-моё, обалдеть. Ну и запах тут. Ладно, вперёд. Ах, ё-моё, это чё? Фух. Испугался. Хоть вода тут есть. Пиксель не говорил, что тут такой беспорядок. Беспорядок, ё-моё, он даже не понял, что это было. Ладно, мы сейчас ему всё объясним. Только одну секунду, я лучше домой забегу. Возьму те самые изумруды, которые я ему обещал. Возьму вот даже пять. В принципе, я думаю, ему этого хватит. Так, и секундочку. Нужно нашу ловушку распаковать. Носатый. Ох, ё-моё. Ух ты. Какой ты пугливый-то. Пиксель, ты чё меня не предупредил, что тут яма какая-то? Да это не яма, житель. Это мой небольшой прикол. Ты, 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 главное, не злись. Пять изумрудов я тебе подготовил. Порядок наводить не надо. Это, так скажем, моральная компенсация. Моральная компенсация. Спасибо, хоть воду установил. Я бы себе все ноги тут раскрошил. Да ну, житель, я же не такой дурак совсем. Мы сейчас тебя отсюда вытащим. Не переживай. Ты, главное, изумруды не забудь достать. Вот лесенку тебе сейчас поставим. Вот, смотри, в принципе, очень удобно у тебя получится отсюда выбраться. Так, поршни мы убираем для того, чтобы все было удобно. Давай, выползай, житель! А я пока что пойду и подготовлю следующий механизм. Но вот какой он будет, я пока что не придумал. Есть пару идей, но я не могу определиться между ними. Но поскольку я хочу, чтобы эти два механизма уложились буквально в 2-3 минуты, я, кажется, ребята, все придумал. Один из них я построю в шахте и сделаю это прямо сейчас. И сразу же отправлю туда какого-нибудь носатого. Я думаю, что прямо вот здесь, ребята. Это чтобы даже далеко не ходить. Жители, правда, могут что-то заподозрить, но будем надеяться на то, что они просто офигеют. Алмазов здесь насыпем. И, конечно же, я хочу еще здесь установить изумрудов, чтобы они сразу, ребята, голову потеряли. Во! Замечательно! Так становится определенно лучше. Дальше даже нет смысла углублять, потому что они даже туда не пойдут. И вот здесь, ребята, я хочу сделать первую изумрудную жилу, которой, собственно, и спрячу ловушку. Она делается настолько просто, ребята, что любой желающий может ее сделать буквально за несколько минут. Нам понадобится вот этот вот изумрудик. Возьмем, в принципе, его. Замечательно. И автоматически, ребята, подключаем сюда некую систему. Мне нужно только побольше места. Теперь берем немножечко редстоуна. Вот так вот красивенько. И устанавливаем сюда тоже камушек. Просто-напросто для удобства. Сверху редстоун факела, ребята, и динамит. Этого будет вполне себе достаточно. И, как вы понимаете, это тот самый взрывной прикол, который я очень много раз и видел на своем канале, и показывал. Ломаешь изумруд, и бабах, ребята. Осталось только направить сюда одного рандомного жителя. Тот уже точно не поведется. А вот этот вот, ребята, в принципе, вполне себе. Стоит тут такой одинокий. Я ему даже кирку дам. А, житель, ты посмотри, что у меня в руках. Изумруды и алмазы, представляешь? Прикольно, конечно. А зачем мне эта информация? Ну как зачем? У нас в шахте куча их. Ты, я думал, тоже в курсе. Вот решил с тобой поделиться. А ты что, не знал, что ли? Нет, а что там? Да там куча ресурсов. Прямо сейчас заходи, бери. Даже могу кирку тебе свою одолжить. Это бесплатно? Ты сейчас шутишь? Да я вообще не шучу. Вот, смотри, прямо сейчас могу дать тебе железную кирочку. Иди и добывай ресурсы. Я буду только рад за тебя. Я тогда сразу сейчас и пойду. Спасибо тебе большое, Пиксель. Да не за что, житель, не за что. Самое главное, всем остальным тоже расскажи. Кирку забыл. Господи, дурная жительская голова. Забери же её. Теперь срочно выдвигаемся на позицию. Нам нужно успеть добежать туда раньше, чем тот житель. Вон, он же людей своих подтягивает. Ловушка рассчитана на одного. Я надеюсь, что хотя бы один сюда успеет подбежать. Так, куда бы мне стать? Ё-моё. Во, вот сюда. Отлично, только мне нужны, конечно же, зелья невидимости. Ух ты, ё-моё, сколько тут ресурсов. Обалдеть, изумрудики. Мои любимые изумрудики. Один изумрудик. Два изумрудика. Три изумрудика. Четыре изумрудика. Это... Это ещё что такое? Ё-моё. Фу-фу-фу-фу. Ох. Блин, а... Фу-фу. Ой, чуть от страха не умер. Так, теперь быстренько выпиваем молочко и сейчас обрадуем носатого. Житель, да что ж вы все такие пугливые. Не переживай, это была моя ловушка, всё нормально. Пиксель, ты совсем что ли? Если бы мне какой-нибудь камень на голову свалился. Всё продумано, не переживай. В качестве, так скажем, моральной компенсации, все ресурсы, которые ты можешь добыть в этой шахте, принадлежат только тебе. Ой, хорошо, что мне никто не померил из жителей. Ой, хоть заработаю ресурсов. Ладно, Пиксель, мне нужно успокоиться. Да успокаивайся, житель, здесь изумрудов тебе на 5 лет вперёд хватит. Да, бабахнуло здесь, конечно, знатно. И знаете, в чём проблема, ребята? Что третий троллинг вряд ли у нас получится. Потому что, как вы понимаете, взрыв был довольно-таки мощный, и вся деревня это 100% услышала. Поэтому, к большому сожалению, у меня получилось продемонстрировать сегодня всего две механические ловушки для троллинга жителей. Однако в комментариях вы можете предложить ещё больше. И я этому буду только рад. Не забывайте подписываться на канал, тыкать на лайк и нажимать на колокольчик. Ну и, конечно же, заходите завтра для просмотра нового ролика на канале. И чтобы попасть туда, я напомню, можно просто оставить комментарий. Всем удачи, спасибо за просмотр и пока.